Кто защищает природу от человека? Дикой природе вообще, конечно, никогда не нужно, чтобы на неё ходили. Почему на экологических тропах нельзя ставить урны? Ни в коем случае на этой тропе нет ни одной урны. Как построить бизнес в зелёной зоне? Вперёд! И какая привычка жителей грозит уничтожить уникальные заповедники? Было слышно, как трещит горящая древесина. Чтобы защитить первозданную природу, в Подмосковье создано больше 200 особо охраняемых территорий. Некоторые из них известны всем. Например, Национальный парк Лосиный остров. А остальные? Ведь среди них есть и такие, которые берегут в том числе наследие юрского периода. Мы прошли за поедными тропами и готовы рассказать всё о последних островках дикой природы Московской области. Часть вот этой реликтовой дубровой чуть не потеряли тогда, когда они загорелись. Уже в последний момент. Уже огонь из гидропультов добивали прямо уже на подходе. Было слышно, как трещит горящая древесина даже, я помню это. Ради того, чтобы залезть по пояс в болото и выполоть тростник, эти трое проехали в свой выходной добрую сотню километров. Сергей, Женя и Саша не первый год спасают наши леса от пожаров. Вот здесь позади нас, это, собственно говоря, старое русло реки Нерска. Это русло сейчас фактически реликтовое дубраво, которое уже не возобновится, если выгорят. Вот. В этой дубраве, например, гнездится коршун. Соответственно, не будет дубраво, не будет гнёзд коршуна, не будет цапель. То есть вот так потихоньку территория будет разрушаться. Из запала травы москворецкий пойменный заказник горит ежегодно. Последний раз пожар здесь был весной. И вместе с травой он уничтожил гнезда птиц с яйцами и птенцами. Люди, прекратите жечь траву! Это канава, которая заполнена водой. Сейчас она заросла травой, когда огонь здесь пойдёт по этой территории, он вполне перейдёт эту канаву и пойдёт на другую её сторону. Если же эту канаву сейчас очистить от поросли травы, то, соответственно, и весной сухой травы здесь не будет, и эта канава сможет остановить огонь. Действительно, очень не хватает аншлагов на въездах. Это стенды, на которых было бы написано, что здесь нельзя разводить костры, что здесь вообще не всегда можно находиться людям. Тем более на автотранспорте. Вообще по всей области установлено около трёх тысяч таких аншлагов. Честно скажу, мы за время съёмок не видели ни одного. То ли их воруют, то ли ломают. И не специалисту понять, что лесок-то непростой, практически невозможно. Основным местом, где можно посмотреть сведения, где находится особо охраняемая природная территория, это публичная кадастровая карта. Туда вносятся все сведения о границах ООПТ и об охранных зонах. Как правило, жители знают, и близлежащие люди, кто обитает, все знают, где находится особо охраняемая территория, что позволяет найти её границу, посмотрев её в публичной кадастровой карте. Всем любителям шашлыков рекомендуют добавить эту карту в закладки. Ну вот сейчас там я вижу где-то около 15 белых цапель на разливах. Ну вот, посмотрите. Вижу цапли. Правда, их так много. Москворецкий пойменный заказник – настоящий орнитологический рай Подмосковья. Здесь гнездятся и отдыхают во время дальних перелётов редкие виды птиц. У нас в Московской области 69 видов птиц занесено в Красную книгу. Здесь, в этих местах, это, в общем-то, где-то 2500 гектар этой самой поймы, встречено 57 видов. То есть это больше 80% тех видов, которые занесены в Красную книгу. Виктор Зубакин птицами интересуется с детства. На этой территории ведёт исследование уже 40 лет, а в 86-м даже способствовал созданию москворецкого пойменного заказника. А если сравнивать с 86-го года, вы говорите, и то, что сейчас? Стало ли лучше? Хотелось бы, чтобы стало лучше. Нет, лучше не стало. Вернее, скажем так, в чём-то да, в чём-то нет. Но что важно? Важно, что, к сожалению, стало меньше именно краснокнижных видов. Вторая после пожаров проблема – охотники. В самом заказнике, конечно, стрелять запрещено, а вот рядом с ним – пожалуйста. Во время открытия весенней охоты, прямо по периметру заказника стоят охотники. Вот, в летающих гусей стреляют, и гуси просто не успевают набрать нужную высоту. Сейчас площадь этой особо охраняемой природной территории около 2000 гектаров. Чтобы спасти биоразнообразие, её необходимо расширить в пять раз. И такие планы есть. Проект уже существует. Об этом говорили, по-моему, ещё в 2017 году. Работы начались ещё раньше, в 2014 году тут работы эти проводились. Вот, и будем надеяться, что его всё-таки расширят где-то до 10 тысяч гектаров. Ну, хотелось бы верить, что это и будет. Всего на территории Московской области планируют создать 255 особо охраняемых природных территорий. 233 уже существуют. Общая площадь около 216 тысяч гектаров, или 5% от площади Подмосковья. При этом в мировой практике хорошим показателем считается, когда эта цифра достигает 10%. Минимизация антропогенного и техногенного, и любого иного воздействия, связанного с деятельностью человека, вот главная задача ОПТ. Нам можно сохранить личинок, букашек, травку, мхи, лишайники, в общем, всё, что там есть в первозданном виде. Иногда это могут быть ландшафты, иногда это флоры, иногда это фауна, иногда это всё вместе взятое. Но первая задача – это сохранение. Мы на экологической тропе государственного заказника «Журавлиная Родина» в городском округе Талгом. Ирина Виктория, я так понимаю, мы с вами сегодня первопроходцы, можно сказать. Ну да, мы открываем с вами экологическую тропу. Ну, точнее сказать, мы решили посмотреть, сможем ли мы за весьма небольшие расходы бюджета получить что-то более-менее красивое, что можно будет показать и посмотреть в Московской области из экологических троп. В нашем краю действительно полно природных шедевров. У меня под ногами настоящее северное болото с клюквой и морожкой, багульником и реликтовым мхом. Жаль, камера пока ещё не способна передавать ароматы. Запах чувствуете? Хвойный такой, хвойного леса. Это не от экологической тропы? Нет, это от леса, это запах естественного леса, хвойного, разнотравия. После дождя так пахнет. Здесь потрясающее место, здесь очень много комаров. Это шутки шутками, а хочу отметить, здесь прекрасный воздух, необыкновенный, потому что здесь действительно дышится немножко вот иначе. Большинство людей, ну, просто не представляет, что болото – это красиво, потому что люди думают, что болото – это какое-то гиблое место страшное, вот, по книгам, по фильмам. Поэтому, да, естественно, это очень здорово, что люди просто могут увидеть, почувствовать ароматы болотные. Вот, ну, плюс к тому, многие люди вот впервые видят, как клюква растёт на самом деле в природе. Определённый вид клюквы у нас занесён даже в Красную книгу Московской области, насколько мне известно. Клюквы несколько видов? Да вы что, конечно. Я сегодня столько для себя открываю нового. Эта тропа – пилотный проект Министерства экологии. Основная её задача состоит не в том, чтобы просто пройти по кругу и посмотреть на болото, а для того, чтобы объяснить людям, которые здесь находятся, правила поведения на болото, что такое болото, для чего оно нужно нашей природе, и что здесь такого уникального произрастает, что находится под объектом особой охраны на территории не только Российской Федерации, но и, в частности, на территории Московской области. Правил и правда много. Сходить с настила нельзя, рвать цветы нельзя, вдруг окажутся краснокнижными. Собирать ягоды и грибы в заказнике тоже запрещено. Штраф до 5000 рублей для физических лиц. Но ведь никто не проконтролирует? Нет, для этого есть специальный у нас государственный экологический надзор, который следит за соблюдением режима особой охраны территории. Если вы знаете о том, что на территории заказника кто-то осуществляет незаконную деятельность, обязательно сообщайте об этом Минэкологии. По качеству как вам? Вроде бы... Надёжно. Надёжно. Устойчиво, да. Болото точно не съест, можно так сказать. За время. Перила, можно даже облокотиться. Давайте как раз делаем первое селфи на экотропе. Вот и первая себяшка с хэштегами «Экотропа» и «Журавлиная Родина». Настил, кстати, не только для удобства туристов, но и для защиты болота. Вытаптывание может быстро разрушить экосистему. Экологический туризм – это тихий туризм. И он подразумевает в первую очередь под собой то, что человек, находящийся здесь, бережно относится к природе осознанно, осмысленно. Он должен, находясь здесь, отдать должное, поблагодарить её и ни за что не нарушать тот привычный покой и уклад жизни, который здесь находится. Помимо флоры, главная ценность этой особо охраняемой природной территории – птицы. Это одна из крупнейших стоянок перелётных пернатых во всей Европе. Это территория с подтверждённым международным статусом, ключевой орнитологической территории. И здесь встречаются более ста видов птиц, именно только те, которые под охраной. Ну, надо сказать, что они не только тут живут, они и здесь могут, а пролётные. Это вот место остановки, такое место как бы сбора этих птиц. И кто-то здесь и отдыха, и питания, кто-то здесь как бы постоянно, кто-то здесь временно, кто-то отсюда, через эту точку мигрировал. Их таких действительно мест немного даже по миру. С этой территорией может сравниться только, наверное, москворецкий пойменный заказник. Но они абсолютно разные по своей экосистеме. Там сапли, а здесь журавли. Здесь огромный массив, вот этот Дублинский водный и болотный массив. И, собственно говоря, он обеспечивает большое видовое разнообразие. Те же журавли, которые, собственно говоря, ну, у них есть другие места остановок в Московской области, но они значительно меньше. Вот. Здесь численность хороших вода доходит, я вот лично наблюдал, до двух тысяч птиц, например, может в сентябре собраться. Журавли рождаются совсем недалеко отсюда, меньше, чем в километре. Вот в этом болоте как раз у них здесь, собственно, гнёзда, именно здесь они рождаются. На поля они уже влетают кормиться. Создавая на ООПТ экологическую тропу, привлекая людей на территорию, которую от них стоило бы охранять, решается сложный и почти философский вопрос о золотой середине. В дикой природе вообще, конечно, никогда не нужно, чтобы на неё ходили. Но, тем не менее, привлекая внимание людей к проблемам охраны природы, ну, да, в чём-то, можно сказать, пожертвовав небольшим участком местности, мы можем спасти гораздо большие территории. Даже здесь, на примере Журавлиной Родины, вот, которую мы здесь имеем, здесь сформированы были и дружины по охране от пожаров, и многие другие эко-волонтёры отсюда вышли, потому что, да, они видели, как это красиво, как здорово работает, и этот опыт распространялся дальше. В дальнейшем на Журавлиную Родину и окрестные территории у экологов большие планы. Её хотят объединить сразу с несколькими соседними ООПТ в одну и дать ей имя «Журавлиный край». Природный парк «Журавлиный край» сейчас, по ориентировочным данным, составит 78 тысяч гектар. Сравнительно с Журавлиной Родиной здесь чуть больше тысячи гектар, как бы, по-моему, площадь, и не сравнится, потому что эта территория включит в себя уже 12 существующих ООПТ областного значения и увеличит территорию, создав для них единый массив. Это будет самая большая ООПТ областного значения на территории Подмосковья. За пару десятилетий урбанизация изрядно проредила наши леса и природные территории. И благодаря созданию ООПТ нам удается сдерживать скорость застройки и роста городов. Природа Подмосковья уникальна – от степных равнин на юге до реликтовых болот на севере. И сохранить её – значит оставить нашим детям возможность прикоснуться к истории Земли и увидеть потрясающую красоту и разнообразие родного края. Каждый из нас должен наконец понять, что всё это – наш общий дом, и другого у нас не будет. Давайте его беречь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова